Всем привет! Вы на канале SalsaGamer опять, чтобы узнать, во что поиграть. Сегодня я вам расскажу о крутой 4х стратегии про вторжение инопланетян от Povonis Interactive, которая в своё время трудилась в качестве подрядчика над дополнением к XCOM. Пристегнули ремни и полетели! Terra Invicta это глобальная 4х стратегия про то, как, наконец, из глубин космоса нам ответили собратья по разуму и что из этого получилось. Многие не восприняли ответы на послание всерьёз, но следом в атмосфере появляются обломки инопланетного корабля. Это величайшее событие в истории человечества вносит раскол среди людей и делит их на 7 фракций. Сопротивление стремится объединить нации в надёжный союз и создать единый фронт защиты Земли. Великое человечество клянётся уничтожить пришельцев и всякого, кто встанет на их сторону. Слуги поклоняются пришельцам и считают, что они прибыли, чтобы решить все проблемы землян. Протекторат убеждён, что мирные переговоры и капитуляции — единственный способ избежать полного уничтожения. Академия надеется, что прибытие инопланетян предвещает создание межзвёздного альянса. Инициатива стремится извлечь выгоду из хаоса и разрушений. Проект Исход планирует построить огромный космический корабль и покинуть Солнечную систему. Выбрав фракцию, у нас появятся три основные задачи. Сначала захватить и обосноваться в своём регионе, потом установить доминирование по всей Земле, а затем приступить к постройке космического флота. Корабли в игре собираются помодульно и атакуют они, ведя огонь по определённым отсекам. При этом разработчики максимально постарались, чтобы Звёздный флот подчинялся законам физики в бою. Для четырёх стратегий космические бои в Терра Инвикта смотрятся эпично и красиво. Ваша фракция не привязана к какому-либо правительству или стране. Это группа людей, объединённых общими взглядами и целями, достаточно решительных, чтобы действовать. Для начала вам будут доступны два агента. Агентам в игре уделено особое внимание. Агенты могут быть политиками, дипломатами, учёными и много кем ещё. У каждого будет довольно увесистый список характеристик и его возможностей. А также в его меню можно найти список операций, в которых он может участвовать. Всё это оформлено в виде удобной и легко читаемой таблицы. Сперва вам предстоит расследовать крушение инопланетного зонда и куда подевался экипаж. Ведь при ближайшем изучении окажется, что зонд уничтожен, а прибывшие на нём диверсанты скрылись. Сменно вам предстоит выбрать с захвата какой страны начать. Страны будут различаться своими ресурсами. Ресурсы в игре будут представлены в первую очередь главный ресурс влияния. Он в игре тратится буквально на всё. Найм агентов, поддержание подчинения страны, удержание контроля, ресурс операции, число космических запусков, ресурс управления космическими миссиями, очки науки и лимит подконтрольных стран. Существуют также стратегические ресурсы, такие как металлы и вода. В зависимости от значимости страны её захват будет стоить больше или меньше очков операций. И занимать очки стран тоже. Но просто тупо тыкнуть пальцем в любую страну и её захватить не получится. Ваша фракция среди населения должна пользоваться высоким процентом поддержки. А иначе всё, что вы добьётесь, это немного повысить процент доверия к вашей фракции. Но полный контроль получительной страной не получится. В каждой стране есть свой госаппарат, СМИ и общественное мнение, а также свои ресурсы по влиянию. Со временем, по мере открытия технологии и появлению новых агентов, вы можете выбирать свою стратегию игры. Например, увеличивать поддержку общества путём пропаганды через СМИ, или внедрение агентов в правительство и насаждение своей политики сверху. Или наоборот, можно прийти к власти путём государственного переворота. Бюджеты захваченных стран будут составлять ваши денежные ресурсы. Как лидер фракции, вы будете следить, куда их направить. Наука здесь имеет несколько разделов, которые в свою очередь делятся на множество веток для изучения. Вы можете вложить по чуть-чуть в несколько исследований, а можете заниматься только одним, которое кажется вам наиболее важным. Что изучать и какими темпами будет напрямую влиять на игровой процесс. И потратить всё на изучение космической программы и раньше других начать доминировать в космосе – не самая худшая тактика. Страны можно объединять в единое государство, но не все. При нажатии на страну появится список стран, с которыми она может объединяться. Наличие общих границ не означает, что страны можно соединить. Так что планируйте своё развитие и захват стран. Другие фракции тоже дремать не будут. Игроку с самого начала следует выбрать, скрывать ли свою фракцию или в открытую завидеть о ней миру. И от этого будет зависеть, как быстро вы привлечёте к себе внимание других фракций. С фракциями со схожими целями можно объединить усилия, а с другими придётся враждовать. Причём вы можете им мешать, как проводя секретные операции, например, переманивая на свою сторону их агентов, уничтожая их, беря в плен, поднимая бунты в подконтрольной враждебной фракции стране или внедряясь в правительство. На крайний случай можно направить в страну армию или на худой конец уничтожить её, нанеся удар ядерным оружием. Но не забывайте, что враги могут сделать с вами то же самое. По достижению определённого уровня развития космической программы вы сможете на околоземной орбите построить модуль, на основе которого потом отстроите космическую базу, и сможете строить космические корабли, и уже потом создавать базы на ближайших планетах к Земле. Например, обжить луну и добывать с неё металл. Игра очень затягивает и настоящий подарок для любителей 4х стратегий. У неё удобный и хорошо структурированный интерфейс. Он не перегружает игрока лишней информации. Вам предстоит мыслить очень глобально, воевать против 6 фракций, а ещё в какой-то момент в войну вмешаются пришельцы, невероятно тяжело. Там игрок не должен забывать о планетарной космической обороне. Но, к счастью, игру можно всегда поставить на паузу, подумать над своими ходами, заварить чайку, кофейку, если всё плохо, и коньяку можно заварить, и потом показать им, что к чему. Игра уже вышла в Steam, но пока в ранний доступ, хотя контента в ней более чем достаточно. Игра планирует оставаться в раннем доступе около 7 месяцев. Русского языка нет, но есть уже русификатор. А также многие пользуются переводчиком для игр на движке Unity. Это всё, что хотелось рассказать об игре. Спасибо всем за внимание. Прежде чем расстаться, хочу с вами обсудить одну новость. Как только спала эмбарго на рецензию от журналистов God of War Ragnarok, внештатный сотрудник IGN Korea Пэн Сэн Хэ опубликовал рецензию на 6 баллов из 10, где назвал главных героев скучными, а механики игры вторичными. Сам Пэн Сэн Хэ в основном занимался рецензией инди-проектов. И это его первая рецензия большого АА проекта, что делает его мнение имхо ещё более ценным. В ответ он получил волну гневных постов, где люди не стеснялись в выражениях, пройдясь по его внешности, по вкусам корейцев, один человек даже пригрозил его убить. Давайте проговорим ещё раз. Люди, которые даже не видели игру, не играли в неё, не прошли её, были не согласны с её оценкой. При этом каких-то объективных причин для этого у них не было. Более того, для выражения своего несогласия они использовали просто чудовищные формы. Мне понравилось то, что сам Пэн Сэн Хэ в своих ответах критиков оставался спокоен и вежлив. Вы можете посмотреть ролик с разбором ответов по всплывшей ссылке. После такого геймера ещё хотят, чтобы разработчики обращали внимание на их критику и отзывы. Единственное, пожалуй, для них способ понять, нужна ли публике игра или нет, это её окупаемость. И пока будут происходить подобные инциденты, никто на пользовательский рейтинг смотреть не будет. Спасибо, что вы слушали. Это был Крик Души А от Сальца Геймера. Пожалуйста, поддержите видео лайком и жмите на подписку и колокольчик. Вам не сложно, а мне очень приятно. Буду рад вас видеть у себя в группе Дискорд и на стримах на Трову. Пока-пока и не бомби по пустякам. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок